Какой смысл жизни у инвалида? Ну, у инвалидов очень много смыслов. Одна моя прихожанка работает в организации, которая занимается реабилитацией инвалидов в областном масштабе. Через ее руки в день проходят десятки инвалидов, причем все это инвалиды, все до единого, ну, за редким процентов, 5-10 всего, все остальные инвалиды, которые сделались таковыми посленормальной жизни. То есть вследствие болезни, вследствие хирургической ошибки, аварии, травм каких-то, что угодно. Вот. Там очень много обстоятельств, которые приводят в итоге к тому, что человек становится инвалидом, он обездвижен. И он вот говорит, что на самом деле у инвалидов очень много желания жить. Не все инвалиды, естественно, приезжают в эту организацию, в этот центр помощи, реабилитации инвалидов, а только те, которые имеют смысл, имеют цель. Вот. Их не бросили жены, не бросили мужья, что еще более интересно. Вот. Они живут жизнью, нельзя сказать, что полноценной жизнью, но жизнью. Они радуются, они умеют заботиться, видеть радость этой жизни. У каждого из них появилась какая-то цель, у кого-то появились дети. В том-то и есть, скажем, особенность инвалидности приобретенной, что человек, приобретая инвалидность, он до инвалидную эпоху сумел очень многому научиться. Он умел радоваться, он умел жить, он умел общаться. У него есть друзья, просто нормальные человеческие друзья. В этом смысле человеку, рожденному инвалиду, инвалидам гораздо тяжелее. Он с детства не видит радости жизни. У него с детства нет друзей, потому что он лишен возможности играть, тусоваться. Вот он одинок, у него круг общения, в лучшем случае, такие инвалиды, как он сам. А человек, который жил нормальную жизнью, должны остаться друзья, должна остаться семья, муж, жена, дети. Вот, они могут появиться. И поэтому, на самом деле, ситуация приобретенной инвалидности гораздо выгоднее, чем ситуация врожденной инвалидности, когда человек практически с рождения лишен всякой возможности хоть немножко пожить нормальной человеческой жизнью. Но все-таки даже у таких людей есть смысл. Вот, скажем, самый известный образ Блаженного Матрона Московской. Она слепенькая, а спустя какое-то время и обезноженная. Но у нее же был смысл в жизни. Более того, она настолько кипела в жизни, что животворила и продолжает животворить очень много людей. «Обратитесь к ней. Я, милостью Божией, инвалид, инвалидом не был и не могу сказать, помочь вам именно, вот скажем, просто потому что не знаю этого состояния». Она знает. Она была инвалидом. Она сидела на одном месте. Она не могла двигаться. Она не видела света. Но она жила. У нее был смысл. И более того, там есть такой эпизод, что она все-таки ходить, как мне сказал один инвалид, которого я очень давно знаю. Жестно, женщина уже старше меня. Но я знаю ее молодой, красивый, очень одаренным человеком. Она упала с лошади во время конной прогулки, сломала позвоночник и потеряла возможность двигаться. И она рассказывала мне. Она не потеряла смысл. Она могла ее потерять. Она попала в больницу, где лежали такие же инвалиды. Посмотрела, что там творится, и поняла, что она всеми силами и должна не ощущать себя инвалидом. Ощущать себя нормальным человеком, просто не в силу причин, не ходящим. Занялась бизнесом, создала свою структуру. Вот. И живет, хорошо живет до сегодня в этом смысле. Не сломанным, не раздавленным. Но нам не говорила моя самая заветная мечта, объясниться это по ночам, как я бегу босиком по юной зеленой траве. Это такое восторг и такое восхищение, просыпаюсь в слезах. Люди не ценят этой возможности босиком по траве. И вот. А у каждого свое. Кто-то мечтает. Я, например, начинал свою педагогическую деятельность в интернате для слепых и слеповидящих детей. Видел там людей, которые не видели света никогда. Но они жаждут жить. Они жаждут узнать, как объяснить слепому человеку, что такое слово. Как объяснить слепому человеку, что такое океан? Ибо в его сознании нет сложившихся понятий. Но он так хочет это понять, что он вопрошает учителя, а учитель находит ему возможность объяснить, и каково это, когда слепой ребенок вдруг понимает у него в душе, там внутри его слепом зрячем сознании вдруг появляется картинка океана. Какая картинка? Он никогда его не видел. У него нет с чем сопоставить, но он вдруг там в своем мире увидел этот океан. И его лицо озаряется радостью. Он понял, что это такое. Или слон, когда детей пытаются объяснить, что такое слон. когда он понимает вдруг или прикоснется и начинает что-то там в своем сознании достраивать, какой восторг и восхищение, потому что он хочет жить. И смысл его в том, чтобы жить и увидеть, понять красоту этого мира. А самое главное, для каждого из них это важно, для слепого ребенка, их много-много было, я их видел, стать полезным. Для них категория нормальности совпадает с категорией полезности. Если ты можешь что-то делать для других, значит, ты нормальный человек. И вот они учатся, кто-то массажу, кто-то пишет стихи, кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то пишет музыку. Вот они делают все для того, чтобы что-то сделать для людей. И тогда они чувствуют, что они люди. Ибо к ним обращаются, за их помощью идут, на них обращают внимание. А люди, которые это не делают, они вот сидят вот в уголок, сидят, раскачиваясь на стульчике или на кроватке, никого нет. Их никто не замечает. И они так и живут всю свою жизнь, проваливаясь в это, замыкаясь все дальше и дальше, глубже в это самое. Одиночество, пустоту, коллапс. Ну, а вообще, скажем, Матрона, конечно, уникальный человек, но вот есть два человека исторических. Это некий крестьянин Григорий Журавлев. Можно найти про него в интернете, который стал иконописцем, будучи рожденным без рук, без ног. Именно рожденным. У него не было ничего. И он стал иконописцем. И он прожил, пиша иконы, потому что этим был полезен людям и нес радость людям. А другой, тоже интересный человек, Николай Васильевич Кобельков, между прочим, если мне не изменяет память, наш земляк с Екатеринбурга, тоже ни рук, ни ног. Рожден так был человек. Начал как герой Вуйчича в фильме «Цирк бабочек». Вот фильм, короткометражный фильм. Вот там его герой, Ника Вуйчича, развлекает людей тем, что просто его выставляет на потеху всем, а заканчивает участием в цирковых программах, благодаря хорошему руководителю цирка. Вот Николай Кобельков точно так же его показывали за потеху, а потом он дальше больше стал владельцем цирка. Выкупил землю и завел цирк. У него была жена, были вполне здоровые дети. Вот. И жил он не бедно. Это умер в начале 20-го века тысячи, в 30-х годах 20-го века. То есть можно жить даже в этих невыносимых ситуациях, когда не, когда у тебя нет света с детства, или когда у тебя нет ни рук, ни ног с детства. То есть ты с детства погружаешься в ситуацию, когда у тебя нет круга общения. Ты с детства привыкаешь к тому, что ты обуза для людей. Но ведь это рождает не уныние, а благодарность. Оказывается, мои близкие удивительные люди. И если мы начнем благодарить их и ценить их любовь, то наше сердце растает. Просто мы очень хотим быть независимы ни от кого. а это плохо. Человек должен ощущать зависимость и благодарить за эту зависимость. Но вообще, в общем, это комплекс известного человека Алексея Моресьева. Можно перечитать роман, а лучше посмотреть кино, там этот момент перехода очень хорошо показан. Когда ты находишь этот смысл жизни, ты понимаешь следующий этап, который тебе надо достичь. И ты идешь на этот этап. Если у тебя в душе есть воля, то ты восходишь на этот этап. Надо только поставить цель. Но наше сознание так устроено, что мы сетуем на то, что потеряли, вместо того, чтобы увидеть, что есть цель, на которую я должен вступить. И мы, сжимая зуби, идем к этой цели и поднимаемся на этой цели. И сколь угодно людей, которые стали танцорами, стали участниками Олимпийских игр, которые стали святыми, писателями, художниками, музыкантами, хотя не имели ничего этого изначально. Но сжимая зубы, они понимали, что если я буду жалеть о потерянном, я просто превращусь в ничто, в куклу, которую только кормят и меняют памперсы. Хочу я этого? Не хочу. Тогда я должен, как человек, поставить себе цель. Вот это я добьюсь и буду молиться и терпеть и предпринимать усилия, чтобы идти к цели. Вот это и будет жизнь, когда мы стремимся к цели. А что, не инвалиды разве по-другому живут? Вот мы нормальные люди иначе живем? У нас все есть руки, ноги, глаза, уши, но мы можем сказать, да ну, вот у меня этого нет, того нет, того нет, того нет. Какой смысл жить и замкнуться в четырех стенах и никогда ничего не получить? Мы так же выкарабкиваемся из жизни, ставя перед собой цели. Я вот это должен сделать и пытаемся это сделать. Молимся, терпим, надеемся и преодолеваем себя. Это просто человеческая жизнь. Просто для инвалида возможностей меньше, но задачи тоже те же и путь их достижения тот же сам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.